Сегодня наш туристический маршрут повылегает в Садкинский район. Здесь расположен национальный парк Зюраткуль. Увидеть его красоты приезжают даже иностранные путешественники. Главная достопримечательность парка – хребет Зюраткуль протяженностью 10 километров. Раньше здесь было месторождение угля, и на вершине располагались конюшни. Более 800 лошадей ежедневно вывозили с горы добываемый уголь и срубленный лес. Этот факт, кстати, объясняет, почему сегодня на Зюраткуль предлагаются конные туры. А вот после присвоения этой территории статуса национального парка 3 ноября 1993 года вырубка леса прекратилась, и лошадиные тропы превратились в туристические. Главная достопримечательность парка – экотропа на вершину хребта. Ее длина всего 5 километров, и ее с легкостью покоряют даже дети. Практически две трети пути экологическая тропа выложена деревянным настилом. Это сделано не только с целью сохранения растительного покрова, но и потому, что эта часть маршрута подвержена заболачиваемости и переувлажнению почвы, особенно весной и осенью. Тропа маркирована. На табличках отмечена информация о том, сколько еще осталось до цели. По пути встречаются несколько беседок, где можно отдохнуть и насладиться природой. А далее появляется курунник – голые камни, пройти по которым можно только в специальной обуви. Сланцы тут неуместны. Во время подъема туристы проходят несколько природных зон – от смешанных лесов до горной тундры. А с вершины хребта открываются прекрасные виды на озеро Зюраткуль. Видимость при ясной погоде составляет до 100 километров. Взойти и спуститься на хребет Зюраткуль можно за 4 часа, плюс час или два провести на вершине. Итого прогулка займет около 5-6 часов. Кстати, хребет открыт для посещения даже зимой. А узнать, расчищена ли тропа в тот момент, когда вы планируете отправиться в поход, можно на официальном сайте национального парка Зюраткуль. Редактор субтитров А.Семкин